Музыка Несколько слов о программе пробуждения здоровья я бы хотел вам сказать сейчас в прямом эфире. Как вы видите, в слове здоровья ключевым корнем является дар. Дар – это сила, которой мы с вами обладаем с самого рождения. И именно эта сила определяет то, как проявляется наша жизнь. Где мы живем, с кем мы живем и как мы живем. Вопрос «где» показывает вашу способность обеспечивать себя базовыми потребностями. Такими, как потребность в крови, крыши над головой. Потребность в еде, умение добывать пищу. И потребность в безопасности. Это базовые потребности, которые каждый человек в зависимости от уровня своей личной силы удовлетворяет. И кто-то имеет большое жилище, кто-то маленькое. Но это все зависит от уровня личной силы, которую человек может реализовать в этом материальном мире через свои действия. Вопрос «с кем?». Мы рождаемся с исходным уровнем личной силы, и мы сначала не выбираем свое окружение осознанно. Но затем, по мере нашей жизни, мы в зависимости от уровня нашей личной силы можем выбирать, с кем нам жить. Вот помните, да, такая поговорка, еще с детства, наверное, все мы помним, что «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В зависимости от уровня личной силы мы можем притягивать и формировать окружение, которое максимально благоволило бы нашей внутренней природе, согласно нашим интересам, согласно нашим устремлениям и способностям. Но вопрос «с кем?» он требует от человека умения выстраивать отношения, умения выстраивать гармоничные отношения, и это также требует личной силы человека. Чем больше у человека личной силы, тем более гармоничные отношения он способен выстроить. Третий вопрос «как?» «Как мы живем?» Это очень главный вопрос, ответ на который также определяет ваша личная сила. Именно от уровня вашей личной силы зависит, как вы живете эту жизнь – осознанно, бессознательно, радостно или уныло. Вы живете эту жизнь с негативным интеллектом или с принятием ее такой, какая она есть. Оказывается, именно личная сила определяет то, как вы живете жизнь. И вот каждый человек имеет, родившись изначально, исходно определенный уровень личной силы, который в этих трех областях развит неравномерно. Как мы видим с вами, что все ответы на эти вопросы определяют уровень личной силы человека. И мы видим, что ответы на эти вопросы касаются как духовной, так и материальной стороны жизни. Обычно люди делятся на два лагеря. Материалисты считают, что необходимо строить успешную карьеру, зарабатывать деньги, есть здоровую пищу, пить пищевые добавки, заниматься гимнастикой, фитнесом, йогой. И тогда жизнь будет счастливой и успешной. Но люди, которые во главе угла жизни ставят духовное начало, они говорят, что необходимо молиться Богу, быть в единении с Ним. И тогда все, что вам нужно, придет, Бог вас не оставит. 19 лет назад я познакомился с системой практик, которая мне ответила на все эти вопросы. И вы, наверное, догадываетесь, что эта система практик связана с накоплением уровня личной силы. Оказалось, что все сферы жизни можно развивать. И изначально при рождении эти сферы жизни, они не развиты одинаково у человека. Кто-то изначально рождается здоровым, но бедным. Кто-то рождается богатым, но больным. И в какой-то степени они оказываются в равных условиях. У каждого из них есть личная сила, но ее недостаточно для того, чтобы были развиты все аспекты человека. И поэтому эта система практик дает возможность каждому человеку усилить свой потенциал путем раскрытия и накопления личной силы для развития тех сторон и аспектов сфер жизни, которые изначально развиты не очень хорошо, плохо или совсем не развиты. К 33 годам я достиг материального благополучия, профессионального признания и возможность путешествовать по всему миру. В 34 года, благодаря этим практикам накопления личной силы, я пережил глубокую вспышку пробуждения и узнал ответ на вопрос «Кто я?». Но я не останавливался и продолжал заниматься этой системой практик и продолжал копить личную силу. И в 39 лет я встретил своего финального учителя, просветленного мастера, после встречи с которым мой духовный поиск завершился. Я перестал искать то знание, которое дает возможность просто быть и жить здесь и сейчас. А в 40 лет, благодаря продолжающейся охоте на силу, я пережил опыт полного пробуждения. Я увидел реальность такой, какая она есть в нем. И это дало мне глубокое понимание о том, что есть жизнь, кто есть я, и это знание на основе этого опыта привело к очень такому глубокому миру в моей душе и принятию реальности такой, какая она есть, и способности быть в ней и наслаждаться тем, что есть прямо здесь и сейчас. А сейчас личная сила, накопленная мной за многие-многие-многие годы обучения, определяет мою работу по обучению этой системе практик всех желающих. Я сам стал заниматься этой системой практик в 26 лет. Я очень рад, что я познакомился с этой системой практик в довольно еще молодом возрасте, когда психика гибкая и подвижная. Поэтому я рекомендую всем желающим заниматься этой практикой и начинать заниматься ей как можно раньше. В общем-то, ей можно заниматься уже даже с детского возраста, потому что это самый-самый такой возраст, когда закладываются основы выполнения этой практики и запоминаются на всю жизнь очень легко. Итак, как материальную сторону жизни, так и духовную сторону жизни эти практики развивают неимоверно, прогрессивно. И человек становится не только успешным в материальной жизни, но и успешным в духовном развитии. Если материальные ценности определяются деньгами, машинами, каким-то комфортом, возможностями путешествовать, ездить, встречаться с другими людьми, то духовные аспекты жизни связаны с такими категориями, как принятие, прощение, уважение, благодарность, любовь. И человек развивается в этих двух направлениях благодаря регулярной системе этих практик. Известно, что птица имеет два крыла. И очень плохо, когда у человека идет перекос, когда у него развито только духовное крыло, но у него не развито материальное крыло. Такая птица не может лететь, или она летит коряво. То же самое может быть, когда у человека развито материальное крыло, но не развито духовное крыло. Такая птица тоже летит коряво. И с помощью этой системы практик мы выравниваем и материальное, и духовное в нас. И мы можем лететь, как птица, свободно, легко, получая наслаждение и удовлетворение от всех сторон жизни, как от материальных, так и от духовных. Конечно, вам потребуется определенное время. Это целый путь. Я не обещаю, что этот путь вы пройдете легко и без боли. Но если бы вы могли слышать голоса цветов, то вы бы слышали крики и стоны от боли во время раскрытия бутона, когда он превращается в прекрасный цветок, чтобы выявить миру свою красоту. И однажды, так же, как это произошло со мной, когда уровень вашей личной силы накопленной будет определенного уровня, вы подойдете к таким категориям жизни, как просветление и освобождение. Ну, а о том, как накапливать личную силу. Что это за система практик накопления личной силы, вы сможете узнать, обучаясь на моих очень семинарах. Но даже если вы живете удаленно и у вас нет возможности приехать на семинар, то вы можете, зарегистрировавшись на нашем сайте, обучаться дистанционно. Птица, сидящая на дереве, никогда не беспокоится о том, что ветка сломается, потому что она доверяет не ветке, а своим собственным крыльям. Летайте!